Всем привет! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Меня зовут Дина Гуйтер, и сегодня я снимаю для вас мой отчёт по стоковым делам за май. На самом деле, признаюсь сразу, май у меня был достаточно провальным. Мне кажется, я начинаю говорить это слишком часто, и я пока не очень понимаю, как с этим быть. Так что какие-то предложения в комментариях приветствуются. Но дело в том, что вы помните, я планировала за май загрузить 150 работ, и я тотально провалила этот план. Я загрузила за май всего 50 работ, по-моему, около того. 48. 58? 48. 48 работ загрузила всего за май на шаттерсток. И это очень-очень мало. Я провалила все свои планы, и мне очень грустно признаваться в этом. Но этому есть две основные причины. Первая, это то, что меня очень сильно мотало то вправо, то влево, и я половину месяца провела в думах о том, чтобы всё-таки податься на Creative Market, и я переоценивала своё портфолио. Я скинула его в несколько творческих чатов, иллюстраторских, попросила людей высказать своё мнение о моём портфолио, которое на Behance, кстати, ссылка есть здесь в описании под видео, если вам интересно посмотреть. Вот. В общем, моё портфолио критиковали в пух и прах, сказали, что оно совершенно не подходит для того, чтобы подаваться на экзамен на Creative, что оно достаточно устаревшее, что темы там достаточно нетрендовые, и что если я не готова хотя бы перерисовать вообще все проекты, то в таком случае мне нужно как минимум переоформить моё портфолио. Мне сказали, что у меня несовременное оформление, что у меня слишком мало макапов, и что у меня используются несовременные шрифты, несовременные дизайны, и что мне нужно больше уделить внимание тому, как я буду подавать свои проекты, чтобы я показала на обложках больше чего-то такого, позиционирующего весь проект, чтобы я поместила на обложке макапы, чтобы я пересмотрела, в принципе, всю верстку всех своих проектов и сделала её более трендовой. Мне было сложно очень понять, что значит более трендовой, поэтому я очень много времени потратила на то, что я отсматривала на Creative Market различные проекты, особенно уделяла внимание проектам в рубрике Handpicked, которые выбраны вручную, и проектам, которые были с пометкой «Популярная». Также смотрела статьи по трендам, которые есть у самого Creative Market, и ещё разбиралась немножечко с их современным интерфейсом, потому что, может быть, я не знаю, слышали вы или нет, но Creative Market недавно продали, и теперь он вроде как является частью дрибла, и, соответственно, там произошли тоже какие-то изменения, и в том числе в интерфейсе, и мне ещё понадобилось время, чтобы адаптироваться и начать там что-то находить. И, в общем, я убила на это кучу времени, прежде чем я поняла, что, по сути, я не знаю, а стоит ли мне переоформлять мои старые проекты, или всё-таки стоит нарисовать новые? Потому что, ну, если я даже переупакую свои старые проекты в более современный лад, не факт, что я пройду с этим экзамен. И вообще, стоит ли мне проходить экзамен? Скорее всего, мне всё равно откажут. Надо ли тратить время на то, чтобы переоформлять целых пять проектов, чтобы потом получить отказ? Стоит ли рисовать новые проекты, чтобы снова получить отказ? В общем, я не знаю, я вот в таких вот метаниях провела пару недель, и я, соответственно, грузила на стойке очень слабо, очень мало, хотя у меня есть готовые работы, но я никак не могу их отребутировать. Ну вот я отребутировала сколько? 60 я отребутировала, из них 48 я загрузила. На самом деле я загрузила больше, но мне очень много что отклонялось, и я, конечно, не очень понимаю, почему. Я думаю, что в основном проблема в том, что я всё-таки всё равно не так давно работаю с вектором, и у меня всё время вылезают какие-то косяки. Я вроде бы всё проверяю по 10 раз, но всё равно у меня бывают такие случаи, когда меня отклоняют там из-за того, что на артборде есть какие-то растровые объекты, хотя я вообще не использую растровые объекты, я не понимаю, откуда они там могут браться, или что у меня лишние точки за пределами артборда, хотя я тоже вроде бы это вычищаю, но я, когда перепроверяю файлы, я реально там нахожу косяки, хотя я вроде до этого перепроверяла, но не всегда. В 50% случаев при отказе я нахожу косяки в своём файле, а во-вторых, в 50% случаев я не нахожу никаких косяков, и я просто открываю файл, пересохраняю его, загружаю на шаттер, и он его принимает. И как это работает, я вообще не понимаю. В общем, какой-то, видимо, глюк. Кстати, на тему шаттера. Я думаю, что уже все-все-все слышали про новую политику по выплатам. Я думала тоже снять про это видео, но потом подумала, что я не хочу хейповать на этой теме, потому что на ней уже все хейпанули, все повыпускали кучу видео, где просто все пересказывают то, как они смотрели другие видео, читали другие посты, и что другие люди про это говорят. В общем, я подумала, что я не хочу генерить такой контент. Я думаю, что вы все уже читали. Если не читали, то можете загуглить. Мне очень понравилась статья у Ивана Рябаконя, Иван Рябаконя в Инстаграме. Вы можете так и вбить, Иван Рябаконя, вам выпадет его аккаунт. Он написал целых три подробные статьи на тему того, что он думает, на тему того, что творится на шаттеровском форуме. И мне кажется, что вот к этим статьям практически уже нечего добавить. Ну, реально. Да, у меня вызывает немножко панику эта вся ситуация, потому что для меня сейчас шаттер-сток был стоком, на который я ставила больше всего. Я веду по нему отчет по моему челленджу, и я рассчитывала на то, что он будет моим основным стоком по прибыли. И несмотря на то, что сейчас... Сложно сказать, какой из стоков у меня основной по прибыли, потому что у меня сейчас, наверное, Adobe, Shutter и iStock идут приблизительно очень близко друг к другу, но тем не менее, мой основной расчет был именно на шаттере. В общем-то, сейчас я немножко в смятении, но я не предаюсь панике. И мне кажется, что вообще предаваться панике рано не стоит. Сегодня только эти изменения вступили в силу, мы пока еще не знаем, какие будут выплаты. Я знаю, что сегодня народ в чатах пишет, что у них пока что идут выплаты по старому прайсу, то есть прайс почему-то не обновился, и сейчас еще идут выплаты так, как они шли раньше, поэтому все еще мы в ожидании того, какие же будут выплаты после того, как Shutter внесет все-таки обновление. Также я знаю, что многие предполагали, что будут изменения в подписках для покупателей, что, возможно, Shutter снизит стоимость подписки, в том числе, чтобы привлечь новых клиентов. Но этого пока тоже не произошло, и подписки все находятся на том же уровне, на котором были вчера. В общем, я считаю, что в этой ситуации мы сделать совершенно ничего не можем. Но максимум, что мы можем сделать, это подписать петицию. Но я опять-таки не уверена, что стоит это делать, потому что лично я не думаю, что на это что-то повлияет. Но если вы хотите как-то что-то сделать, то вы можете посмотреть у Ивана подробную статью о том, что он, по его мнению, считает полезными мерами по борьбе с этой ситуацией, а что он считает и делать не имеет смысла. Он там все это подробно-подробно написал, я ссылку оставлю в описании к этому видео, чтобы вы могли посмотреть, сами почитать и подумать, хотите ли вы что-то из этого применять на свой аккаунт или нет. Я для себя решила занять позицию выжидания, посмотреть, как будут дальше двигаться дела, как будут эти выплаты, повысится ли количество продаж, потому что я знаю, что вот, например, была подобная ситуация с Айстоком года полтора, мне кажется, назад, когда он тоже резко поменял политику выплат и понизил ставку, и сделал тоже проценты от продаж, и там начали появляться какие-то безумные продажи по 2 цента, по 3 цента и так далее, и много кто бы и котировала Айсток, и тоже подписывали разные петиции. Я тогда еще не была там зарегистрирована, поэтому мне, конечно, сложно сказать какую-то адекватную информацию, но сейчас, когда я начала работать с Айстоком, я с ним работаю третий месяц, я поняла для себя, что, несмотря на то, что сейчас у меня на Айстоке портфель меньше, чем на Шаттере, продает он вровень с Шаттером, и, в принципе, меня это устраивает. Может быть, конечно, он раньше продавал еще лучше, но я слышала отзывы про то, что с тех пор, как он ввел эту политику процентную, продажи там повысились, и что люди, которые там остались, стали получать больше денег. Не знаю, с чем это связано, может быть, это просто мне попадались такие люди, у которых сложилась такая ситуация, может быть, такая ситуация была не у всех. Кстати, если вы сталкивались с этим в тот период, то напишите, как у вас было с Айстоком тогда, и чего вы ждете сейчас от Шаттера, хотите ли вы участвовать в каких-то вот этих сборе подписей или блокировках своих портфелей или нет. Я еще раз скажу, что я лично нет, я как грузила, так и буду грузить, и я буду ждать, что же будет происходить с выплатами. Я хочу погрузить еще точно пару месяцев, чтобы посмотреть вообще, как будет работать новая система, как это скажется лично на мне, и потом уже буду делать выводы. Но мне кажется, что реально повлиять на это достаточно сложно. Все, что мы можем сделать, это не складывать все яйца в одну корзину. Это, не знаю, мега-банальная и мега-умная поговорка, потому что реально риски нужно, это умное слово, диверсифицировать. Я все время не уверена, как его произносить. И мне кажется, что именно в этом плюс работы с большим количеством разных стоков, потому что когда ты работаешь не только с Шаттером, то ты подстрахован от подобных ситуаций, потому что такая ситуация может произойти с любым стоком. Тем более, что мне кажется, и не только мне кажется, большинству людей кажется, что эта ситуация была ожидаемой. Ведь сейчас, в принципе, кризис и бизнесы оптимизируют свои процессы. Добавок Шаттер недавно перепродали, ну не перепродали, у них руководство сменилось. И это не могло не повлиять на то, что в компании что-то происходит. Добавок, все ругаются на то, что, в принципе, рынок микростоков, он сильно демпингуется и тем же фрипиком, и другими подобными наностоками. И, соответственно, тоже это не могло не отразиться на рынке в общем-то целом. Возможно, это так, я не знаю. Мне сложно судить, но я думаю, что какое-то зерно правды в этом, наверное, есть. Но, опять-таки, мне кажется, что это было неизбежно, и это вполне логично. Я думаю, что если бы я сама была владельцем бизнеса, я бы, наверное, поступила, может быть, не так грубо, но приблизительно так же. Может быть, конечно, я бы не делала это так. Мне кажется, это не очень красиво, то, что предупредили об этом в последний момент. Это, мне кажется, было сделано очень некрасиво. Но вот сам факт того, что шаттер оптимизирует свои процессы, он понятен. И я думаю, что единственное, на что можно надеяться, это, что может быть, ту часть прибыли, которую они явно получат с этой всей темы, потому что есть тоже расчёт. Вы можете посмотреть тоже Иваном в его постах, что вот всю ту прибыль, которую будет теперь получать шаттер после этой новой реформы, я очень надеюсь, что шаттер её отправит на то, чтобы привлечь новых клиентов на сток. Потому что, если это будет так, то, возможно, на нас это не сильно скажется, и мы, наоборот, будем получать больше. А вот если шаттер не будет вкладываться в развитие стока и привлечения новых клиентов, тогда, конечно, вопросик, зачем всё это затевалось? Ну, для авторов. Вот. Такие мои мысли. Вообще не хотела говорить на эту тему, но, видимо, мне не с кем это особо обсудить, поэтому, извините, я тут вам высказалась. Какие итоги у меня месяца? Соответственно, я уже сказала, что я провалила свой план 150 работ, загрузила 48. На шаттер ещё я загрузила около 60 работ на iStock. На фрипик я больше не грузила, и пока не знаю, буду грузить или нет, потому что всё-таки они реально понизили стоимость продажи. То есть у них раньше было маленькое 11 центов, а я смотрю, тут второй месяц уже вообще 7 центов, и это как-то совсем безумие. И они обещали, что это будет временно, но что-то как бы нет ничего более постоянного, чем временное, потому что это длится уже второй месяц. И несмотря на то, что, конечно, да, фрипик мне приносит там по 5-6 евро в месяц, но мне кажется, что это не стоит того, не знаю. Я, короче, пока так и не определилась, я пока туда больше не гружу, я не знаю, буду ли я грузить туда ещё. Я пока думаю об этом, возможно, я буду грузить те работы, которые мне, ну, совсем-совсем не жалко, какие-то старые работы, в принципе, я туда и грузила старые работы, ну, в общем, не знаю. Пока что про это я ничего говорить не могу, я туда уже второй месяц ничего не грузила, он просто так продаёт вот те вот работы, которыми прошли экзамен и продаёт. А с остальными стоками тоже продажи потихонечку идут, но, в общем и целом, у меня этот месяц, конечно, хуже, чем прошлый. Мои коронавирусные человечки окончательно перестали продаваться, видимо, всё, хайповая тема упала, больше никто не хочет говорить про коронавирус, я даже вижу, что люди вокруг тоже уже не очень хотят поднимать эту тему, ну, на самом деле, наверное, все уже устали от этого и хотят чего-то другого. И вот на шатере у меня в этом месяце продавались стандартные нейтральные темы, фрукты, цветочки, домашние растения, фото цветочков, рисунки цветочков, цветочные паттерны, в общем, весна-весна-весна, люди ждут весну. Ну и, собственно говоря, продавались у меня сеты с цветами и фруктами и паттерны с цветами и фруктами. Вот, две темы, которые у меня продавались больше всего. Продаж у меня на шатере тоже было мало, их было всего 18 за весь месяц, но я думаю, что это из-за того, что я долго не грузила, и грузила очень мало. У меня был большой перерыв почти в три недели, и потом я начала как-то активно грузить, но это не сильно помогло, может быть, в следующем месяце как-то подтянется. Посмотрим. Я опять начинаю думать о том, что я всё-таки неправильно веду себя в отношении к стокам. Я всё время строю глобальные планы о том, как я что-то поменяю, но по факту я мало что меняю. Может быть, вы даже заметили по этим видео, мне очень стыдно. Но что поделать, видимо, меня вообще не хватает, и я в очередной раз понимаю, что я всё время планирую рисовать какие-то трендовые темы. Я часто начинаю разрабатывать эти темы, и у меня лежит сейчас несколько тем в разработке, но при этом я не начинаю их рисовать, я начинаю их грузить. Но я гружу старые. Я сейчас гружу рисунки, которые я рисовала год назад, полгода назад. Я их тогда рисовала, вообще не думая о стоках, хотя я рисовала их для стоков, но я тогда не анализировала темы так, как я анализирую их сейчас. И получается, что я по факту в голове уже стала анализировать темы и лучше думать, что подходит для стоков, что не подходит для стоков, но при этом гружу я всё ещё не стоковые вещи. И это какой-то разрыв между тем, о чём я думаю и что я делаю. Я не очень понимаю, откуда он берётся. И главное, у меня так много незагруженных работ на шаттер, так много. У меня проектов, наверное, 30, которые ждут обработки и загрузки, которые я рисовала под стоки. И теперь я понимаю, что, в принципе, они, конечно, неплохие сами по себе, но они не такие будут востребованы. То есть их можно загрузить, но нельзя ждать, что вот они точно будут продаваться. Это скорее загрузить до кучи, может, что продастся. И я вот сейчас несколько в ступоре. Как же мне быть? Всё-таки продолжать придерживаться политики, грузить то, что нарисовано, и потихонечку рисовать новое. Или поставить крест на моих старых работах и начать рисовать то, что больше соответствует современным тенденциям, пытаться влиться в трендовые темы и в трендовые стили для того, чтобы всё-таки раскачать продажи. Я понимаю, что я, наверное, уже не в первый раз об этом говорю, но, видимо, мне тяжело внутри принять это решение. Тем более, что столько всего нарисовано, и многие из этих проектов реально очень нравятся. Они очень красивые, и всякие, у меня там есть грибочки красивые, нарисованные рыбки, всякие цветочки такие, цветочки сякие, и всё это такое мило. И я представляю, как из всего этого будут такие красивые паттерны. И я думаю, ну как же это не загрузить? Ведь оно же вот лежит, ждёт такой своей загрузки, такое красивое. В общем, я могу сказать, что у меня май был сплошным месяцем дилемм. Несмотря на то, что я вроде бы поняла, куда я хочу двигаться в рамках стоков, по конкретным делам, которые я делаю, видно, что меня всё равно шатает, несмотря на то, что в голове уже есть какая-то определённость. Посмотрим, куда меня это приведёт. По остальным стокам, что было с продажами? На Adobe у меня было 4 продажи, на Dreams у меня было, по-моему, 3 продажи, или 4, на Deposit тоже 4, на 1, 2, 3, и RF 2, 3, 3. В общем, на остальных стоках продаж по чуть-чуть. Статистику с iStok скажу в конце месяца, потому что пока ничего не понятно. Но, кстати, я, по-моему, не говорила про статистику за апрель, пришла статистика за апрель, и там у меня несколько продаж, в общем и целом, на 5 долларов. В общем-то, iStok меня радует, и я пока что гружу, причём туда только архивы. Но вот и там продаются в основном коронавирусные человечки всё ещё. Кстати, на всех вот стоках, так сказать, второго и шло, но у меня тоже всё ещё продаются коронавирусные человечки. Хотя на Шатре и на Адобе они уже не продаются, они уже как бы утонули. Я думала о том, чтобы переслать что-то ещё на эту тему, но как-то так руки не дошли, и сейчас я думаю, что, наверное, уже не буду. У меня начали сорвить соседи, извините, но я уже, наверное, сниму это видео, потому что свет уходит, и надо успеть доснять сейчас, чтобы не выкладывать потом. Что ещё по новостям? Я стала больше рисовать вектори, и я думаю о том, чтобы попробовать нарисовать целый векторный набор, наверное, какую-нибудь трендовую тему. Посмотрим, что из этого выйдет. Надеюсь, что получится, надеюсь, что я не отложу, а доделаю. Я начала осваивать Procreate, посмотрим, когда это приведёт. В общем, продолжаю копаться с айпадом. И ещё у меня есть очень классная новость. Я решилась открыть свой блог на Патреоне. Это будет секретный блог, только для моих патронов, подписчиков. Вы можете подписаться на него, и там у меня есть два тарифа. Первый тариф за 2 доллара, это как чашечка кофе вкусного в месяц, где я собрала для вас реалы, которые, в принципе, вы можете найти в свободном доступе у меня, но они разбросаны по разным соцсетям, а там всё собрано в одном месте. И если вы хотите сказать мне спасибо за мою деятельность, за марафоны, которые я провожу, за полезные видео, которые я для вас снимаю, то я буду очень рада, если вы подпишетесь на этот тариф. Спасибо, в котором вы сможете в одном месте видеть все мои полезные статьи про творчество, которые я собрала из Инстаграма, и ежемесячные отчёты, в которых я буду дополнительно прикладывать все скриншоты всех работ, которые продались на стоках. И также там я собрала полностью воедино весь марафон по стилизации, все видео, фото и тексты. Вы можете там пройти этот марафон, это будет гораздо удобнее. И я планирую дальше писать туда различные статьи, может быть дополнять какими-то интересными постами или аудиоподкастами, я пока думаю на эту тему. И также там есть второй вариант подписки, это большое спасибо. она за 5 долларов, и в рамках этой подписки я планирую с вами делиться различными закрытыми такими вещами, которыми я не готова делиться в открытом доступе на ютубе или в инстаграме. Например, я решила, что я там буду снимать более подробные отзывы о различных курсах и движухах, которые я проходила, буду рассказывать про свои инсайты, про какие-то упражнения отдельные, которые меня вдохновили. Также там уже сейчас можно увидеть пробный урок из нашего курса «Делай паттерны», который мы сделали совместно с Ритой Кругловой, и если вы хотите на этот курс, но вы сомневаетесь, то вы можете подписаться на мой патреон и посмотреть. Там пробный видеоурок, он длится полтора часа, он очень классный, особенно подходит для тех, кто никогда не работал особо с фотошопом, потому что я там подробно рассказываю про работу с фотошопом, и также он подходит тем, кто любит рисовать паттерны от руки, потому что там есть очень классный способ, который я нигде еще не видела, по крайней мере, на русскоязычном ютубе точно. Он очень классный, очень простой и очень вдохновляющий. Мне очень нравится такой способ создавать паттерны. Также там сейчас лежит полезный вебинар вводный по моему курсу «Путь художника». Дело в том, что мы, может быть, вы помните, что я и Лидия Нуриева, мы делали два раза или три раза, три раза курс «Путь художника» по книге Джулии Кэмерон. Но это не просто курс по книге, мы полностью этот курс переработали, потому что книга была написана еще там в 70-х, по-моему, годах, и там очень много информации, которая устарела. Мы добавили туда кучу новой информации, мы провели три потока, и сейчас мы поняли, что мы, наверное, больше этот курс проводить не будем. Но много полезной информации осталось, и я решила добавить сейчас первый вводный часовой вебинар на свой Patreon. Там я рассказываю про базовые техники, которые применяются в рамках прохождения курса «Путь художника», о том, как их правильно делать, о том, как ставить творческие цели и зачем это нужно, и, в общем, очень-очень классный полезный вебинар. Если вам интересно, если вы хотите поблагодарить меня за всякие полезности, которыми я с вами делюсь, то переходите и подписывайтесь, я буду очень рада. Также я поставила себе цель, что как только у меня наберется 30 подписчиков, 30 патронов на Patreon, я проведу там закрытую движуху «Марафон» по раскрытию такого творческого вдохновения, поиску творческого вдохновения с различными классными упражнениями и видеоуроками. Вот. Такие новости. Что еще у меня в планах по стокам? Я все еще сомневаюсь, стоит ли мне тратить время на КМ или все-таки не стоит, потому что вообще-то по логике мне кажется, что было бы правильнее сейчас потратить силы на то, чтобы, например, открыть Etsy магазин. Но, с другой стороны, КМ что-то меня не отпускает, хотя я уверена, что меня откажут, у меня как-то эта навязчивая мысль засела, вот как вы с этим боретесь, с навязчивыми мыслями, потому что я уже месяц не могу отпустить, и она прямо сидит и сидит и сидит и говорит, давай все-таки подвинемся на экзамен на Creative Market, хотя я уверена, что, скорее всего, я туда точно не пройду, потому что у меня есть друзья, которые офигенно круто рисуют, и они не прошли. Вот. Но, с другой стороны, я же не они, у меня совершенно такое портфолио, может быть, то, что одному не удалось, другому удалось, поэтому всегда, конечно, нужно проводить на своем опыте. Я сейчас постараюсь, наверное, поставить себе в этом месяце цель рисовать хотя бы одну трендовую, векторную тему для стоков, для того, чтобы выработать у себя привычку хотя бы одну тему, вот в месяц рисовать и доводить ее до конца и делать ее более осознанно, больше анализировать и больше делать упор именно на то, чтобы эта вещь, эта тема была стоковой. Посмотрим, удастся ли мне это, потому что сейчас, как я говорила, у меня большой идет разрыв между теми знаниями, которые есть у меня в голове и теми действиями, которые я делаю на самом деле, и мне бы хотелось этот разрыв, но если не преодолеть, то хотя бы сократить. Вот. Как ваши стоковые дела? Как вы отреагировали на изменения на шаттерс-токи? Какие у вас дальнейшие планы? Делитесь в комментариях, ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на канал, ну и, конечно, если вы хотите поблагодарить меня за всякие полезности и движухи, или если вы хотите принять участие в будущем марафоне на Патреоне, то переходите, ссылочку я тоже оставлю внизу, смотрите, подписывайтесь, там есть открытый пост со всеми-всеми штуками, которые уже сейчас там есть, там сейчас более 20 статей, и, соответственно, вы можете посмотреть и подумать, хотите или нет. Если что, всегда можно отписаться, поменять подписку и так далее, но сейчас самое выгодное время для того, чтобы присоединяться, потому что это начало месяца, и там подписка идет на месяц, соответственно, если вы присоединитесь, например, 15-го числа, то у вас будет только 2 недели до следующего, начала следующего месяца, а сейчас месяц только стартовал, и вот можно еще присоединиться. Я буду и дальше туда снимать всякие классные движухи и видео, наверное, 2 или 3 раза в месяц, там будут выходить какие-то закрытые полезности только для Патреона. Вот. Все. Спасибо всем большое, что досмотрели мой очень длинный отчет с очень маленьким количеством новостей и очень большим количеством мыслей. Я постараюсь в следующий раз сделать отчет более коротким, но это отчет по итогам месяца, так что, в принципе, наверное, простительно. Вот. Еще раз подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи, и пока-пока.